Всем привет, ребят! Добро пожаловать в еще одно сахарное видео. Сегодня будем говорить о том, с чего начать сходить, слезать с этой сахарной зависимости. Но перед этим хотела поблагодарить всех, кто откликнулся в комментариях к моему предыдущему видео по поводу ошибок при отказе от сахара. Называется видео «Почему я сто раз пробовала и у меня не получилось». Я очень рада читать ваши одобрительные комментарии, мне очень приятно. Рада, что зарядила вас мотивацией, потому что я сама с 2014 года, с тех пор, как перешла на сыроедение, сейчас я не на 100% сыроедение, сразу всегда говорю такой дисклеймер, а где-то на 80-90%. Но с 2014 года у меня нет дома сахара, никаких видов ни сиропа топинамбура, ни кокосового сахара, ни коричневого. Все равно все это сахар, и он вреден. У меня дома только фрукты, ягоды, иногда проскакивают финики, но крайне редко. Так что я как раз возле 2014 года уже 7 лет, получается, регулярно не ем сахар. Да, он иногда попадается у меня в каких-то там, допустим, в кафе, в каких-то сыроедных веганских блюдах, но я, слава богу, не ем его на постоянной основе. То есть там раз в месяц, раз в два месяца смогу съесть какую-то веганскую шоколадку с кокосовым сахаром, но это все. И еще один момент, что прошлое видео, там не только мотивация, там глубокие вещи психологические на подумать, на разобраться в себе. И второй момент, что это не собачка, Феликс не собачка, а котик. Это пример нашего, скажем так, рептилоидного мозга. Я рассказывала эту историю, что он, Феликс, видите, сейчас облизывается. Вот, и у него очень чувствительный организм, и чуть что ему стоит съесть, он сразу же начинает чесаться, лизаться, он у него вызывает эти компоненты в еде зуд. Но он на это не обращает никакого внимания, он не просчитывает логически свои шаги вперед. Вот он хочет съесть здесь и сейчас, 5-секундное удовольствие, да, а потом долгосрочные последствия, несколько дней лижется, чешется, это его не интересует. Но нам для этого дан неокортекс, нам для этого дано аналитическое, логическое мышление, способное прогнозировать, способное понимать, что будет через несколько шагов, как в шахматах ты просчитываешь свои ходы, поэтому пользуйтесь, пользуйтесь этим мышлением. И с чего начать? Ну, конечно же, с мотивации, с просмотра видео, с чтения книг, с просмотра фильмов. Если у вас уже есть какие-то негативные последствия употребления сахара, там, высыпания, экземы, лишний вес, там, вздутие, или еще более серьезные заболевания, то у вас уже есть сильная мотивация для того, чтобы сказать, что я не хочу, чтобы эта болезнь была в моей жизни, я сделала все выводы, которые мне нужны были, почему она наступила, и я не хочу, то есть у меня нет никакой вторичной выгоды, я не хочу, чтобы эта болезнь была в моей жизни, и я хочу от нее избавиться, реально очень хочу избавиться. И отказ от сахара – это один из шагов, чтобы избавиться от этой болезни. Очень важно вот эта психологическая вторичная выгода, почему нам выгодно болеть. То есть работаем над собой и понимаем, что мы убираем вот эту комфортную зону, убираем вторичную выгоду, для чего вам выгодна эта болезнь. Все, сказали себе, эта болезнь мне не нужна, и я начинаю избавляться от нее путем отказа от сахара. Вот железная мотивация. Это если уже последствия наступили, если не наступили, хорошо, здорово, поздравляю, это замечательно, у вас крепкий организм, но нужно смотреть на несколько шагов вперед, на 5+, на 10+, лет, 15 и так далее, и тому подобное, чтобы сейчас заняться профилактикой. И я очень-очень рада, что вы смотрите это видео, значит, вы достаточно умны, интеллигентны, образованы, чтобы заниматься профилактикой, чтобы вот эти негативные последствия не наступили. И это прям очень-очень здорово. Мне кажется, что 95% людей вообще живут как Феликс. То есть не продумывают последствия своих действий, и даже не то, что там на 2 шага вперед, даже на 1 шаг вперед. Второй этап начала. Нужно приготовиться к ломке, потому что сахар — это наркотик, он вызывает наркотическую, совершенно реальную наркотическую зависимость, физическую, эмоциональную. Поэтому нужно приготовиться, что несколько дней вам будет тяжело. Вот реально тяжело, но нужно собраться, нужно себя преодолеть, нужно понять, ради чего вы это делаете, и все получится. То есть, на мой взгляд, у человека, который прошел это уже давным-давно, вот сколько лет, и я не возвращаюсь к сахару, это вот эти первые дни, они определяющие, дальше будет легче и лучше и проще. Следующий момент, о котором я говорила, это вынести все триггеры из дома или убрать их под замок, ну то есть расставить на всех своих поверхностях фрукты, зерна, ягоды, сухофрукты немножко хуже, но тем не менее. Это будет означать, что вы даете сигнал своему телу, своему пространству, что вот оно чисто, оно избавлено от сахара внешне, и значит, со временем вы внутри тоже избавитесь от сахара. По поводу замен, по поводу замен там сыроедные конфетки, без сахара, сыроедные тортики, мороженое, шоколады, все эти рецепты вы найдете у меня на канале, но хочу сказать, что это только переходный вариант, потому что нужно хорошенько прочиститься, вот как мы с Катериной говорили на нашем прямом эфире, почему не работают вот эти вот замены, если только использовать этот метод, потому что организм все равно нужно прочищать кишечник, нужно прочищать микрофлору, нужно прочищать рецепторы, поэтому эти замены, они помогают в начале, но нужно ориентироваться в долгосрочной перспективе, что вы будете кушать фрукты, вы будете кушать ягоды, вы будете кушать смузи, и разные полезные блюда, которые нам назначила природа. Поэтому да, замены можете найти, все эти рецепты конфеток, тортиков, шоколадок, побаловать себя на каком-то периоде времени, но ориентироваться на то, что вы будете кушать сладкое, естественное сладкое, это фрукты, ягоды. Следующий момент, это то, что нужно кроме того, что вы извлекаете из своего меню сахар, постараться максимально кушать здоровые продукты, кушать салаты зеленые каждый день, мне кажется, я в каждом видео уже с 2015 года говорю, что ешьте салаты, нужно дополнительно прочищаться, дополнительно прочищаться едой. Кстати, переходя к следующему пункту, в 2014 году я перешла на сыроедение, из-за того, что у меня была сильная негативная мотивация, у меня был гастрит, забросом желчи в желудок, была кровь в желудке, была тошнота, были очень постоянно неприятные симптомы, и плюс дополнительно там высыпание, лишний вес, выпадение волос и так далее и тому подобное, и у меня была очень сильная негативная мотивация, и я перешла на сыроедение, но я тогда не делала чисток. И следующий пункт, это сделать антипаразитарную чистку, причем такую хорошую, основательную, не то, что там, я не знаю, касторку выпить, или тыквенных семечек съесть, или там, допустим, чеснока себе растолочь, нет, нужно зайти в нее хотя бы на 2 недели, а то и на 3, но я хочу сказать, что я не делала тогда антипаразитарную чистку, то есть моя сила воли, мое желание избавиться от болезней, попробовать что-то новое, она мне очень помогла, но антипаразитарная чистка, конечно, очень поможет снизить аппетит и вывести всех тех пришельцев, которые и навязывают вам, в том числе, желание сахара. Есть сахар, но об этом я сделаю отдельное видео про антипаразитарки, кстати, у меня есть несколько видео на канале, вот как и что делать, и мои впечатления, сделаю об этом отдельное видео. И еще один важный момент, конечно же, пить воду, наверняка тысячу раз вы это уже слышали, не чай, не кофе, а чистую воду, в особенности, когда вам захочется чего-то поесть, чего-то вкусненького, сладенького, нужно вначале выпить воды, можно в воду лайм, сок лимона, сок лайма выдавить, натереть туда имбиря, вот вообще классный напиток, такие напитки у меня тоже есть, рецепты на канале. И последний момент, с чего начать, это с того, чтобы вот эту вот эмоциональную дыру, вот эти вот эмоции, которые вы получаете из сладкого, брать их из других источников. И у нас на каждом нашем марафоне есть такое задание, три радости в день, оно очень рабочее, участницы и участники очень всегда его хвалят, а на вот этом марафоне, который у нас будет, свобода от сахара, кстати, записывайтесь, старт уже 28 июня, мы немножко переделывали, трансформировали эту практику, в общем, мы ее улучшили, и это будет еще более крутая практика, очень классное задание, идея вообще, считаю, что гениальная мне пришла идея, без ложной скромности, так что записывайтесь и проверьте на себе. Вот с чего желательно начать, да, это нужно много, достаточно много переделать в своих привычках, это сложно, но возможно и ввести салаты, и убрать сахарные блюда, закупиться фруктами, ягодами, делать себе воду с имбирем, с лимоном, делать чистки, разгрузочные дни, голодание, мотивироваться, общаться с другими людьми, которые тоже хотят отказаться от сахара, в общем, это целый процесс, и нужно просто начать сделать первый шаг, хотя бы съесть зеленый салат, или выпить смузи без сахара, без сиропа топинамбура, только с фруктами. Вот, но раз вы смотрите это видео, я понимаю, что вам это необходимо, и я надеюсь, что я отдала вам эту мотивацию. Приходите на наш марафон, у нас еще больше там всего интересного, меню на каждый день, в том числе и полезные сладости. Спасибо вам за внимание, и до встречи в новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok